У всех о полторы месяца засталося до важной республиканской подеи, якая будет тычиться каждого, кто живет в Беларуси. В 64-30-го кастричника Украине пройдет перепис насельництва. Об его особенностях и нововведениях сегодня журналистам рассказала наместник начальника Головного статистического управления Гомельской области Вольга Семенчукова. Подчас перепису продоставить информацию про себя и члены семьи макчима трыма способами. Можно будет пройти на стационарный участок, дочекаться переписчика по месту жихарства, альбо, их это у першиню, принять у делу перепису про интернет. У Гомельской области будут працевать 1840 переписчиков. Кожная трымае планшет с программой, у якой унесе информацию, отрыманную адреспондента, и одразу отправить электронный переписный лист у Белстат. Дарэч, и проходжение перепису таким способом, у адрознение от заполнения паперового листа, утра я заканомить час и займився го пять хвилин. А кроме того, селета у першиню можно скрыстаться интернетом для самостоинного проходжения перепису. Коли все ж таки человек вырошит сустреть переписчика дома, але хвалюется, ци немахляр, пройшоу под яго выглядом, можно будет потелефоновать у кол-центр Белстата. Что тычется питанье, на яке треба буде отказать под час перепису, то максимально их буде 49. Десять годов тому было 37. Ця перешний спис утрымлевая и абсолютно новые блоки питаньеу. Помимо основных вопросов, которые задают людям при проведении переписи, то есть это пол, гражданство, национальность, образование, на каком языке человек дома разговаривает, будут задаваться еще ряд вопросов, которые не задавались раньше. Например, у женщин старше 18 лет мы спросим, планирует ли женщина иметь детей. Также включен блок вопросов о миграционной активности граждан. Ну и, конечно, самое большое наше нововведение – это в эту перепись включен вопросник о сельскохозяйственной деятельности. Номеры телефона у кол-центра, подрабязности проходжения интернет-перапису и остальные нюансы переписной кампании станут вядомы ближе до ее старту и обовязково будут огучиваться у темлику просродки массовой информации. Продолжение следует... Продолжение следует...